здравствуйте друзья утречка среда урок у меня сегодня с утра что-то вообще полоса какая-то пошла я обычно уроков очень мало виду а тут что-то прям полоса найти в понедельник вот у меня вечером был урок там 7 до 11 вот сейчас среда с 10 до 3 как-то так вот так получается что одни группы начинаются другие заканчиваются и и там и там я веду уроки заканчивающихся веду по поиску работы в начинающих начинающихся я рассказы вообще о школе там вот первый урок у меня такой но мы не только о школе мы уже там какие-то задачки решаем там тестируем что-то ошибки находим в общем так есть у меня два урока осталось на мне остальные уже другие люди учат и тут еще такая интересная вот особенность поскольку мы про поиск работы говорим и в онлайновом классе знаете контроля меньше прошли люди все разбросано недалеко то есть пока мы еще все учимся и я последние там занятия 6 7 начинаю с того чтобы там посмотреть как ребята там профайлы создали надо если там что подправить и так далее но мы это не записываем потому что ну как бы там в окошечке что-то конфиденциальное такое не хочется лишнего лишнего записывать так просто для рассмотрения но дальше что получается дальше класс закончился и как-то все предоставлены сами себе если человек такой внутренне активный то он может вопросы задавать он может повторять курс там другими группами то есть у него как это его активность его ведет если он не очень активный то он просто исчезает и не знаешь где он чего вот поэтому группа которая была последняя которая закончилась в онлайне а они в скайпе там общаются вот мы мы им создаем группы это много общения и вот там пару человек которые работу ищут они в таком паническом состоянии это и как бы на кэмпусе сплошь и рядом бывает человек начинает что-то делать он первый раз это делает у него страхи кроме того у него какие-то мысли он себе придумал как он будет искать работу это тоже очень часто бывает человек себе придумал что вот он пойдет к это резюме повесят ему тут же позвонит интервью назначит то есть он себе нарисовал какой-то путь может быть он его не сам нарисовал а допустим глядя на других нарисовал но люди разные моменты времени разные в общем резюме разные они с этим резюме поступают по разными по разному и так далее поэтому ну всяко всяко бывает я например вот так по воспоминаниям было время когда с каждым беседовал кто там приходил и вот я говорю а чего пришел как там он говорит ну вот там вася там у вас учился я года год но вот он работу нашел я куда он говорит но если вася может так и я точно могу я хочу сказать вот сколько таких было которые что если вася может то я могу абсолютно все были проблемами до единого то есть понимаете то есть мысль такая что если какой-то вася может то я уже могу ничего не делая вот я могу сейчас сяду и меня тоже как-то вот волной принесет понимаете а вася может быть пахал сильно а вася может быть там гораздо симпатичнее там в человеческом отношении и может лучше образован был и так далее то есть то что он себе думал за васю это абсолютно не то что вася из себя представлял пойти поэтому к чему я говорю что человек нарисовал себе какой-то путь и вдруг дальше получается что путь этот не работает вот у нас примерно такая ситуация сейчас там сложилось там пару человек они потерялись и я подумал ну давайте мы для них напишем какой-то сюжетец где мы будем разбирать что там у них происходит кроме того есть тонкости некоторые связанные с тем что когда класс онлайновый и есть люди живущие в довольно таких интенсивных местах ну я не знаю чикаго нью-йорк лос-анджелес майами где много всего происходит вот а есть люди живущие ну грубо говоря там поселки городского типа где-нибудь там промеж полей тоже бывает немного но бывает и они как бы совсем тяжелой ситуации потому что она может послать там за неделю 3 резюме и чего ну ему там от того что он резюме повесил там на дайсе монстре там ну ему позвонят может там три раза в неделю ну вот такая какая-то ситуация знаете требующая каких-то может быть специальных действий вот и вот мы сделали такой семинарчик я честно сказать даже не глянул сколько времени это заняло наверное с часок там точно я пришел домой и где-то там пол одиннадцатого вечера сел записывать там был участников может быть человек 15 живьем но это неважно важно что запись сохраняется и люди могут посмотреть которым нужно мы ссылочку обычно даем там для своих ребят вот у нас есть такие ресурсы которые закрыты от посторонних и вот мы там даем да так вот к чему я клоню то это я так общие дела к чему я клоню у нас есть некоторое алгоритм по созданию профайла на дайсе и частью этого профайла является резюме которые ты там подвешиваешь аттачмент делается но твое резюме никто не прочтет если сам по себе профайл не не выбрасывает тебя наверх в поиске а в профайле есть некоторые ну специфические места ски которые на это влияют я полностью никогда об этом так на стороне не рассказываю но может быть наиболее полное изложение это которая есть она есть на русском языке в курсе нашим по тестированию программного обеспечения там последние две лекции вот appartnob.com.ru там последние две лекции как раз по поиску работы вот я там рассказываю достаточно много но но не все и и профайл вот этот вот имеет колоссальное значение если ты находишься в таком месте где нет ты не один а вообще есть на роднице тоже кроме тебя вот поэтому что я хочу сказать что каждый раз когда мы начинаем разбираться с тем что у человека проблемы значит мы упираемся в то что он не действовал по алгоритму алгоритм записан в виде видео я список я специально видео написал ну ну что я что я могу еще сделать я могу на бумажке написать но я написал на бумажке а потом сделал видео где я с бумажки где расписан алгоритм значит перед перебра перекидываюсь на экран компьютера где у меня дайс и я создаю профайл вот этот вот я комментирую то есть у меня есть принципы создания профайла которые на бумажке ну в файле в ордовском документе там вот и дальше я объяснил прокомментировал сделал руками потом переходим к следующему объяснил прокомментировал сделал руками ну но я уже не знаю как как делать более подробно все же стою педагогического станка что еще делать сделал короче что мог и в принципе но вот есть путь я могу сказать что из тех людей которые это делают но вот так чтобы идеально сделать но просто вот как написано так и сделать ну я не знаю ну 5 процентов вот с первого раза ну ничего страшного потому что в этом чек-листе который там дается в алгоритме написано сначала написано Михаил тебе сделал резюме второе написано ты создал профайл на DICE хорошо значит и там дальше идет разбивка что для этого требуется а следующий пункт такой повесил на DICE пришел к Михаилу без аппоитмента без ничего там зашел на пару минут мы посмотрели как висит ну то есть на самом деле как бы жутко ты его не сделал все равно следующий шаг ты должен прийти мы поправим но алгоритм такой но дальше значит конечно очень сложно отследить когда много линий знаете и человек на чем-то фокусируется а что-то мимо ушей пропускает это в общем-то нормально это все время так происходит я не жалуюсь но то что он потом не приходит например уже поправить нельзя уже тогда совсем плохо да ну что сделать процентов 10 этих профайлов вообще не видны они в поиске не выходят потому что не помечены как searchable там такого плана совсем простой иногда бывает что профайл сделан это бывает не так редко что человек свой профайл сделал там вроде все ничего а он вообще в поиске не выходит и никакой причины внятной мы не видим и так его и сяк вот нет его в поиске и все а вот так мы видим что есть мне иногда ребята скидывают там логин паспорт я захожу с той стороны смотрю с той с этой там пытаюсь что-то сделать вот бывают ситуации когда ничего сделать нельзя значит создается новый профайл чтобы новый профайл при этом не был в поиске такого еще не было то есть обычно выходит вот то есть есть вещи которые вообще объяснить нельзя никак так вот к чему я говорю что каждый раз когда начинаются какие-то значит проблемы человек говорит а вот у меня проблемы я говорю ну давай посмотрим как ты висишь и он смотрит с непониманием он говорит да у меня все нормально я вот там висю хорошо вчера с девочкой местной беседовал там из Индии она говорит у меня все хорошо у меня в среднем в день четыре звонка я говорю послушай говорю вот выйди в коридор с девочкой поговори там у них по 15 по 20 звонков в день смотрим на ее профайл вывешен через вывешен через задницу она не добирает больше того те четыре которые она получает они дурные они не не те которые она хотела бы получить там где надо она не встала а там где на нее выпало что-то оно дуриком выпало и в итоге я говорю и сколько же ты на рынке она говорит три недели за три недели она не пришла посмотреть как там чего у нее ощущение что все нормально хорошо я говорю там три недели я говорю давай так три недели 20 значит звонков в неделю в среднем она говорит ну да я говорю 60 звонков 60 разговоров да я говорю сколько раз тебе сказали посылаю твое резюме в такую-то компанию она смотрит на меня и говорит так в том же и дело что ни разу понимаете и вот человек находится в такой ситуации и он рядом вот он может в любую секунду зайти там позвонить написать не знаю в скайпе ноль реакции значит вот вроде все нормально и дальше начинается следующий момент даже с 60 контактов даже с 60 у нас есть масса народу которые так разговаривают с ними удачно что ну половина говорит посылаю твое резюме куда-то а бывает и больше есть люди у которых там почти все говорят посылаю твое резюме то есть помимо того что тебе позвонили надо еще чтобы ты правильно что-то ответил ну как-то разговор поддержал в таком русле в котором в котором человек говорит да пошли вперед опять их тоже этому учат это все рассказывается объясняется но дальше начинается некий ступор звонит рекрутер сейчас вообще такая тенденция у меня ребята в онлайновом классе особенно здесь на местности в меньшей степени а вот те что в онлайновом классе массово они говорят если звонит индус мы даже трубку не берем или там не отвечаем там или что-то то есть вот до такого дошло значит ощущение такое что вот этот бизнес по обзваниванию обзваниванию просто сброшен на каких-то людей которые там по ip-телефонии за бесплатно фактически обзванивают народ в США из Индии то есть степень непроникновения так сказать в то что они делают зашкаливающе то есть звонят какие-то люди чего-то такое спрашивают долгами они никогда не возникают больше то есть они позвонили и исчезли то есть вот какая-то сейчас такая волна идет массовая позвонил исчез позвонил исчез позвоним исчез все из Индии то есть если позвонил человек, говорит, без акцента это уже какое-то дело какой-то бизнес какие-то отношения уже Fold 1 понеслось у нас тут в кремниево удаление с этим нет такой уж прям проблемы ну то есть да они они все как бы из индии но ничего страшного то есть у многих есть какие-то позиции теперь звонит человек спрошит ты вот там как у тебя автоматизация и дальше начинается значит такой разговор глухого со слепым я объяснил вот я пример приводил вчера на этом семинаре его послушайте вот представь себе что вот ребенок 4 года и вот он тебе говорит тетенька ты как вот по автоматизации я вы начинаете этому ребенку объяснять что вы в принципе брали класс что вам очень нравится автоматизация но опыта у вас особо нет вот если бы какая-то была компания который возьмет вас на работу и чтобы там была возможность подучиться там печать такое смотри как тут строго то прям по встречке идет да 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 пожарка вот это была возможность подучиться то вы бы с радостью и так далее а он смотрит на вас от ребенок вот и думает время про мороженое а это он так спросил понимаете и вот я говорю это разговор с рекрутером разговор с рекрутером сводится к одной простой задачи он должен послать твою резюме менеджеру который нанимает это все что ты от него хочешь это все что ты ему хочешь сказать если начнешь ему что-то объяснять это значит ответ на вопрос нет он тебе говорит а ты знаешь ABCD EFG какой-то такой аббревиатура что ты первый раз вообще слышишь правильный ответ а как же он говорит а ты хорошо знаешь правильный ответ очень хорошо знаю но ты понимаешь история какая мы же не знаем насколько хорошо нужно вот этому менеджеру который там с позиции давай резюме ему пошлем на интервью сходим поговорим так в принципе я неплохо знаю то есть вы говорите такое чтобы человек послал ваше резюме вы не пытаетесь ему ничего объяснить любая попытка что-то объяснить для него это ответ нет это человек не подходит научитесь разговаривать на их языке уже они на вашем не разговаривают значит дальше это как же вдруг вот она пойдет там мне потом позвонят а я не знаю милый люди которые читают твое резюме с той стороны все хорошо понимают они видят твое резюме и понимают что ABCD EFG ты никогда не занимался и ничем знать не можешь и никто не станет тратить время с тобой разговаривать но проблема в том или скажем так фишка в том что из десяти позиции в которых написано ABCD EFG ну там Python Ruby там я не знаю там что Java Selenium там Cucumber там Ampium и так далее из десяти позиции в восьми оно не нужно вот просто такая манера написания ну вот job description и все значит если ты не забросил свое резюме через рекрутер к менеджерам то значит восемь позиций из десяти где они могли бы тебя рассмотреть да они тебя не рассмотрят потому что резюме туда не попало почему не попало ты сам себя дисквалифицировал не они тебя дисквалифицировали и даже не рекрутер потому что рекрутер это как вот ну даже не как четырехлетний ребенок как каменюка какая-то или вот робот стоит механический голос знаете на телефон звонит ты говоришь там что чего он тебе говорят а знаешь ли ты что запись какая-то идет вот это рекрутер а ты ему объяснять что ты пытаешься вот собственно все на этом месте значит если вот эти две фишечки маленькие простенькие фишечки вот преодолеть то есть первое ты шлешь резюме то есть ты создаешь профайлы шлешь резюме действуешь по алгоритму ты не можешь промахнуться никуда потому что работа по алгоритму гарантирует что у тебя много звонков от рекрутеров компании то есть весь смысл вот этого вот профилирования тебя да там на дайсе монстре карри вилдере там где-нибудь еще состоит то чтобы у тебя было много контактов вот и все ничего сакрального в этом нет но дальше когда тебе уже звонят я видел людей которые знают так они так он только руку над трубкой занесет потом убирает играть не сегодня завтра буду трубки поднимать сегодня не буду я такое тоже веду стесняются знать как не решаются робеют так вот если ты научился с рекрутером разговаривать как с рекрутером то есть человеком который не отдает себе отчет о чем идет речь тут ты будешь очень успешным надо надо почему ты участвуешь в разговоре чего ты хочешь добиться и так далее конечно когда люди поопытней senior level management level и так далее там совсем другие рекрутеры там уже публика совсем совсем другая вот они могут и технический разговор поддержать они многие там когда-то были программистами там и так далее то есть они очень-очень ничего ребят но вот эти то там которые за 25 за 30 40 долларов там народ нанимают они они вообще ну я вам объяснил там о чем будет речь поэтому ну так вот да так что что мы хотим сказать все не так плохо все не так плохо но разбивается разбивается лодка сейчас мы звук уберем туда разбивается лодка счастья об каменюки неспособности следовать простым инструкциям вот у меня есть такая хохмочка маленькая когда я там в классе мг что нужно для того чтобы быть там тестером хорошим и там но не говорят там технические знания там еще что-то какие-то предложения идут вот я говорю что самое главное это иметь common sense здравый смысл common sense вот я говорю а что самое сложное в common sense и что common sense is not very common common sense is not very common не у всех есть понимаете поэтому способность работать по алгоритму способность следа способность следовать как-то называется быть ведомым если ты не можешь быть ведомым тебя привести никуда нельзя а сам ты может быть не в курсе поэтому сам прийти не можешь и вот эта проблема вроде ведомым быть не можешь и сам не знаешь как и вот и вот она начинается так что как бы good news и bad news значит good news все не так сложно bad news надо хотя бы по алгоритму быть состоянии что сложно я понимаю это это сложно это не каждый может но вот вот спросить себя могу я по алгоритму вот яга делай раз делай два делай три делай четыре и чтобы я вот таки да сделал один два три четыре они один потом шесть потом восемь потом ягод что сделал для говоря а я по алгоритму вот как вы сказали я все так посмотрите счастливо а я на урок